В связи с темой сегодняшней дискуссии, подумал о действительно соотношении именно через ребретто, о том сдвиге парадигмы, который, кажется, произошел в 20 веке. Это исключения, конечно, были в обе стороны и есть, но все-таки можно говорить о сдвиге парадигмы, вот концепции ребретто имеют место в интернете, в музыке. Я позволю себе зайти с чисто литературной стороны, сначала без музыки, а именно. Вот у меня есть такой почти анекдотический пример. У Пушкина в Кавказском пленнике, значит, это его раннее романтическое поэмо, ну там, естественно, дикое, значит, Чаркешенко и офицер, ну и так далее. И когда она его освобождается, он говорит, он бросается на колени, говорит, я твой до гроба и так далее, бежим. Она говорит, нет, русский нет, она исчезла, есть мне радость, и все прошло, пропал, пропал, пропал след, я знаю, ты любим другую и так далее. Ну, он убегает, она там бросается в воду и так далее. Все, хорошо. Но вопрос. Тут все-таки, как раз такая вот, очень сцена. Вопрос. На каком языке они произносили эти монологии? Вот эта дикая горная черкешия. Вопрос это праздный на самом деле, потому что можно сказать, что они говорили на языке чувства. То есть это их внутренняя речь. Понимаете, вот поэзия Пушкина экстернализирует внутреннюю речь, то есть речь эмоций этих людей. Прошло и 20 лет, мы читаем герой нашего времени, Белла, и, значит, вот Печорин подходит к Белле, она, мы знаем, что она безумно в него влюблена, как потом выясняется, но она, что она говорит? Она говорит, поджалуста, поджалуста, не надо, не надо. Это все, что она может сказать по-русски. Понимаете, та же самая ситуация, вот русский офицер, это дикая, значит, черкесская девушка, но из внутренней, значит, вот этой речи переходит в экстернализацию внешней речи. Мне кажется, что это является эмблематическим для изменения роли либретто в 19-м и 20-м веке. Либретто 19-го века – это не литературный текст, это внутренняя речь опытных героев. То есть они поют, они не говорят, они поют. И таким образом, вот тот текст, который они произносят, он, это как бы текст эмоций. Это не экстернализированное сообщение на языке. А вот в 20-м веке происходит действительно переход на реальное общение на языке припоследствии музыки и припоследствии драматического действия. Это сильно меняет не только характер либретто, ну, либретто 19-го века мы знаем, он монтирует, из литературных произведений, или просто пишется, родной язык не играет роли. То есть, вот, как раз русская опера составляет исключение, потому что она замечательным образом строится на произведениях отечественных классиков. Но вообще, если мы посмотрим на европейскую оперу, то очень много как раз берутся, там берут Виталии во Франции, Шекспирт, Виталий. Это не имеет значения, потому что это не язык, это внутренняя речь. А вот уже в 20-м веке происходит все другое отношение к языку. И мне кажется, что это, конечно, музыкальные формы повлияли на этот сдвиг, потому что они позволили, в первую очередь, просто прозаическую речь стала легитимной в оперном либре. Это так, как в 19-м были только редкие экспериментальные исключения в этом отношении. Но мне кажется, что и вот этот сдвиг парадигмы отношения к языку мог иметь обратное влияние и на характер музыки, и музыкальной драматургии, и на то необыкновенное увеличение веса постановочного, значит, драматического, театрального аспекта, который мы видим в современной опере. И вот интересная опера британского парадигма «Эдис», «Ангелка», «Exterminated Angel», значит, по-русски, по фильму Бюнаэля. Там оперная певица. Один из персонажей из этих гостей, который оказывается запах, это оперная певица. Так, оперная певица поет неестественно высоким голосом, невероятно высокий голос. То есть, как бы, вот эта внеположность традиционного оперного концепта в контексте современной оперы подчеркивается тем, что она вне регистра, вне обычного регистра певи. Ну и так далее. Можно много привести примеров того, как играют с тем, чтобы превратить оперное пение в факт языкового общения. Спасибо. 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 Спасибо.